Здравствуйте! Сегодня поговорим о мельтониях и мельтониопсисах. О том, есть ли разница между этими растениями и что такое мельтония, что такое мельтониопсис, об условиях содержания и вообще. Итак, когда-то я показывала свои орхидеи и показала вот эту вот несчастную мою больную, которая вот только-только начала отходить, видите, осталась одна псевдопульба, и назвала ее мельтонией, тут же постучали пальчиком и сказали, что это не мельтония, это мельтониопсис. В общем-то, человек и прав, и не прав. Почему? Обе эти орхидеи классифицируются как бразильские и колумбийские мельтонии. И потом уже в скобочках у колумбийской стоит мельтониопсис. То есть, если вы назовете мельтонией или мельтониопсисом вот эту вот красотку, вы будете правы. Вот это называется просто мельтония. И потом уже идут названия мельтония сансет, мельтония ханалулу и разные гибриды существуют. В чем же разница во внешнем виде? У мельтониопсиса, я буду так его называть для облегчения, чтобы не путаться, бразильская, колумбийская, у мельтониопсиса более крупные цветы, посмотрите, чем у мельтонии. И есть различия в псевдобульбах. У мельтониопсиса псевдобульба, видите, круглая, более светлая. У мельтонии, у классической псевдобульбы длинные, вытянутые и более темно-зеленые. Требования в свете у них тоже разные. Вот посмотрите, эта мельтония слегка утром попадает на нее, она у меня на балконе, попадает на нее свет и псевдобульбы покраснели. То есть ей требуется более притяненное место. У мельтониопсисов вообще, как понять, что достаточно света или слишком много, в нормальном состоянии листья должны быть вот такого светлого цвета. Если ваши мельтониопсисы начинают желтить листья от края вниз, буквально они осветляются, это значит, что этому растению слишком много света. И вы должны перенести его в более притяненное место. Мы сказали о различии псевдобульб, о различии цветов, и теперь поговорим о различии содержания. Оба этих растения очень требовательны к поливу и к атмосферной влажности. Но у меня, как обычно, находится вот в таком вот, видите, с лавой в подносике, и оттуда выходит вода. Вот эта мельтония, которая у меня на балконе, я ее поливаю через день, и все равно. Вы видите, у нее вот такие вот гармошечки, новые псевдобульбы, новые листики. Это первый признак того, что вашему растению не хватает или атмосферной влаги, или влаги в почве. То есть, кстати, это тоже довольно тревожный сигнал. Если с вашим растением все хорошо, значит вы его мало поливаете. А если вы нормально поливаете, и растение продолжает растить вот такие сморщенные псевдобульбы, вернее листья, это первый признак, что у него какая-то проблема с корнями, и происходит обезвоживание. Эти растения, как вы помните, я купила на выставке. Кстати, мне очень повезло. Растения оказались крепкими, здоровыми, с большим количеством цветоносов, с прекрасными бульбами, и вот уже начинают растить новые псевдобульбочки. Вот это тоже было прекрасно, пока я не внесла с одной новой мельтонии бактериальную гниль. В общем, борьба была страшной и долгой. Если вы замечаете, что на вашей мельтонии появляются коричневые мокнущие пятна на псевдобульбах, на листьях, сразу вырезаете это место и начинаете обрабатывать медным купоросом или любой медисодержащий препарат. Бордовская смесь. Так как эти растения очень подвержены таким бактериальным заболеваниям, и это очень опасное заболевание. Вот у меня, посмотрите, осталась одна псевдобульба, она уже начинает отмирать. И молодые псевдобульбы через буквально 4 года после покупки, посмотрите, вот только-только-только пошли в рост. Оцветение говорит еще очень-очень далеко. Итак, поговорим немного о происхождении. Оба этих растения происходят из Южной Америки, из дождевых лесов Южной Америки. Также в том же видео говорилось о том, что одна мельтония происходит из холодных и влажных лесов Южной Америки, Колумбии. Другая происходит из сухих и теплых. Ну, в общем, честно говоря, это немножко неверно. Не то, что немножко, а много неверно. В Южной Америке не бывает сухого климата. Особенно во влажных и дождевых лесах. Это нонсенс. Влажность там крайне повышенная. Можете спросить у Ириши из Доминиканы. Во всех этих странах очень много идут дождей. В лесах особенно большая влажность из-за больших деревьев, из-за сырости. Что нам это дает? Это говорит о том, что оба этих растения требуют большую атмосферную влажность. Самый низкий порог атмосферной влажности – это 60%. 60-80% атмосферной влажности. Плюс почва, грунт должен быть постоянно влажным. Но вот здесь мы опять попадаем в такую ловушку. Я в начале, когда появились у меня эти растения, заимела, извините, наслушалась, начиталась, что нужно их поливать очень много и погубила одно растение. Решила потом держать боли в сухом состоянии. Опять плохо шло. В общем, нужно уловить золотую середину. Обязательно хорошая аэрация воздуха. Удобряем мы эти орхидеи два раза в месяц в период вегетации. Зимой, если у вас недостаток света и очень сухой воздух, она может впадать в такую как бы спячку. Тогда мы ее поливаем очень редко, потому что растение не впитывает влагу. И удобряем один раз в месяц, не чаще. Мельтониопсис зимой любит прохладное содержание. Для того, чтобы он свел, ему нужно создать условия плюс 12, плюс 15 градусов. Но это, кстати, несложно создать, потому что если он стоит у вас у окна, там в любом случае температура ночью будет падать. Мельтония любит самый низкий порог температуры, это 18 градусов. То есть мельтония подходит абсолютно к любым нашим квартирным условиям, потому что ниже 18 редко бывает у кого-то в квартире. Как я уже сказала, летом полив очень часто, и вот эту красотку мне приходится поливать буквально через день, которая находится у меня на улице. Вся вода буквально выпивается, и, как я уже показала, вот эти вот, видите, сморщенные листики, корешочки сразу подсыхают. Мельтония классически более светолюбива, чем мельтониопсис. Мельтониопсис лучше держать в немного притяненном месте. Как я уже говорила, первый показатель начинают листики осветляться, желтеть от конца до середины, и можно очень много листиков потерять. Если вы создадите вашим мельтониям хорошие условия, которые им понравятся, они могут свести до двух раз в год. И что еще? Пересадка. Но пересадка в крайне редком случае, только по мере необходимости, так как эти растения очень плохо переносят пересадку. У них тонкие корни, как все орхидеи с тонкими корнями. Пересадка не очень желательна, только по мере необходимости. Итак, оба этих растения любят хороший полив. Одно зимой прохладное содержание, другое зимой и летом теплое содержание. Мельтония более яркий свет, хотя, как я уже сказала, не слишком сильно, потому что у меня она покраснела. Мельтониопсис более притяненное место. И почва влажная. Если вы создадите и атмосферную влагу, если вы создадите все эти условия, будете наслаждаться вот такими вот прекрасными цветами. Спасибо. Если видео было полезным, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечу за удовольствием.